Приветствую вас. Честно говоря, я первое, что хотел спросить у вас, это то, а в чём, собственно, вы больны или в чём пытается ваш муж выставить вас дурой? Почему? То есть, в чём здесь ваша болезнь, если она есть, и в чём здесь уставление вас дурой, если мы предположим это? Честно говоря, пока логики я не вижу. Есть, условно говоря, два человека, это вы и ваш муж, у которых есть некоторые сложности с личными границами, с тем, чтобы сказать, человеку, другому человеку нет, возможно, это страх обидит и так далее, вот. В свою очередь, слабость личных границ связана с неуверенностью в себе и некоторым обесцениванием себя, недоверием себе и, как следствие, повышение значимости внешних из таких внешних историй, как то благополучие, финансовое благосостояние и так далее. И так далее. Это первое. Второе. Ну, если это ваш муж, то вы, наверное, знаете его не первый год. И мне кажется, что не первый же год вы с ним, с мужем, я имею ввиду, ездите в отпуск. Ну, или на отдых там куда-то. Друзья, и вы знаете, какой, в принципе, ваш муж-человек. Вы знаете, что он может потратить деньги больше. И вы тоже не можете отказать человеку. Но если вы не можете отказать человеку, допустим, Ну, у вас есть, как бы, понимание того, что нельзя, там, условно тратить на, там, друга. Больше. Больше определенного количества денег, то у мужа такого нет. У мужа такое отсутствие, понимаете? То есть у него ценности, моральные какие-то приоритеты и, как бы, желания другие, отличающиеся от вас. От вас. И получается, что вы это не принимаете. Получается, что вы этому сопротивляетесь. И получается, что вы каждый, каждый раз рассчитываете на то, что муж поступит по-другому. Почему он должен поступить по-другому, конечно, для меня загадка. Вот. Ну, то есть, с какой стати ему поступать по-другому, если человека все устраивает и меняться он не хочет. Потому что вот вы, что вы делаете, делаете с тем, что вам не нравится. Вот это большой вопрос. И это то, на что вам, мне кажется, нужно обратить внимание. Да? Вот. Ну и, конечно, наверное, повышать уверенность в себе, повышать внимательность к себе, доверие к себе, чтобы выражать в реальном времени то, что вы считаете нужным, не подавляя и не вырабатывая это же потом в определенный негатив, который, в принципе, влияет на ваши отношения, там, с мужем и так далее. И это же ваш общий друг. Это же не друг мужа. Понимаете? Какая такая штука. А что касается друга, то если ему позволяют, то почему бы и нет? Почему бы не пользоваться вашими деньгами, если вы позволяете ему это делать? Вот. Понимаете? Дальше. Я не очень понял, что конкретно вас тревожит. То есть, вот. А вы пишете, что муж не понимает, что меня так раздражает. Я, честно говоря, не понимаю тоже, что вас раздражает. Я могу предположить, но мне бы хотелось, чтобы озвучили это вы. Что конкретно вас раздражало? Что трата большого количества денег вам не с чем загрозит. Что трата большого количества денег на друга, там, для вас, для вас является следствием, ну, свидетельством того, что друг для мужа важнее, чем вы. Но это и ваш друг. Вот. Что это нарушение каких-то ваших планов? В чем здесь раздражение? Понимаете? То есть, то есть в целом, в целом, мне кажется, что вам бы пересмотреть схему и модель построения отношений как с друзьями, так и с мужем. Бак организации, досуга и, соответственно, работы. Понимаете? Вам бы пересмотреть, возможно, ну, такое, знаете, как сказать, отношение и взаимодействие с собой. То есть, отношения с собой, да, и взаимодействие с самой же, ну, самой же собой. Вот. То есть, эти вещи, как мне кажется, крайне важны, крайне важны, точнее. Вот. Вот. Вот то, что я могу вам, в принципе, здесь порекомендовать с точки зрения психотерапии, психологии и с точки зрения, в том числе и, ну, допустим, моего подхода, да, моей какой-то вот философской точки зрения и так далее. Вот. Обратите внимание на свой вопрос. По сути, вы его не задаете. То есть, вы просто говорите, я не пойму, то ли, то ли, там, условно, меня выставляют, там, дурой, да, то ли, там, я больно. Вот. И, на мой взгляд, на мой взгляд, как бы, вы предлагаете, что сделать? Вы предлагаете, как сделать? Вы предлагаете нам, например, сказать вам, больны вы или нет, или что? То есть, вот, как вы здесь, как бы, ну, взаимодействуете с тем, что к нам обращаются. Вот. Я понимаю, что проблема находится глубже. Я понимаю, что проблема находится, там, условно, не в том, что мы потратили больше денег на друга, там, и так далее. Вот. Проблема находится глубже, но, чтобы, эм, как бы, её выявить, на мой взгляд, нужно с вами поговорить, нужно с вами пообщаться. С вами, или, может быть, даже с вашим мужем вместе. Понимаете? Потому что вам, по-хорошему, семейная, семейная, семейная нужна терапия. Вот. Такая вот история. То есть, здесь, здесь можно в какой-то степени разделить, вот, проблематику на чисто вашу. То есть, это тревожница такая, да, это какие-то страхи, эм, раздражение. Вот. Проблематику взаимодействия с, э, с другими людьми, это невозможно сказать им нет, и так далее. И проблематику взаимодействия с вашим мужем. То есть, тоже отсутствие какой-то такой, вот, единой точки зрения. Вот. Отсутствие, эм, оптимального соотношения, э, сферы ваших различий, скажем так. Вот. Ну и, возможно, требуется корректировка организации вашего, как я уже говорил, свободного времени и так далее. Но все это, мне кажется, э, будет происходить само собой, как только вы, э, начнете, вот, работать непосредственно со своей тревожностью. Потому что она, мне кажется, вас ограничивает. То есть, если вы посмотрите, то вы увидите, в принципе, что, э, вы, э, крайне не свободны. И, э, возможно, даже вы, э, на этом отдыхе будет не свободны. Вот, вы говорите, что я, там, условно, экономила, как, как могла. Вот. Может быть, не надо было экономить, как раз. То есть, условно, там, если вы не экономили бы, если бы вы, там, требовали к себе внимания, то, на друга бы ничего не осталось. Знаете? Вот. То есть, э, как бы, вот так. Ситуация, она вот такая. И, и, как бы, э, э, своей реакцией, мне кажется, вы компенсируете, компенсируете, ну, вот, э, как бы, так это сказать, э, э, пропуск необходимого момента, э, когда нужно было, ну, там, условно говоря, о себе заявить. Вот. Когда нужно было, о себе заявить, вы этого не сделали. А, сейчас, ну, соответственно, вы, э, вот, так реагируете. Вот. Я могу только вам посочувствовать и предложить помощь, чтобы эти ситуации больше не, больше не появлялись. Вот. Вот есть какие-то представления, у нас есть какие-то, э, приоритеты, и очень важно, чтобы они, эти приоритеты, были, э, реализованы должным образом. Вот. Чтобы, э, чтобы они выражали, и, чтоб, э, другие люди с ними считали. Тоже. Но, если бы этого не будет, не будете делать, то не будет делать никто. Больше. Вот. Поэтому давайте, э, для начала, вот, э, ответить, пожалуйста, на первый вопрос. Э, вот. Э, который я в самом начале своего ответа задавал. А дальше давайте, пожалуйста, обратную связь на мой ответ в целом. Чтобы, э, у вас была за мной несть, начать, начать работу над собой. Э, э, на этом всё. Желаю вам всего самого доброго и удачи. Субтитры сделал DimaTorzok